Мороженое. Кто желает мороженое? Пирожок, пломбир, фруктовый лед. А вот мороженое. Мороженое, кто желает. Я еду в поезде, Тольятти, Москва. Уже попила чайку. С пирожками. Пирожки мне тут давали ужин, но ужин я не стала брать, хотя он включен у меня. Наедаться на ночь это не мое. Вот сижу, сейчас буду читать. У меня здесь журнал «Моя семья». Скамбург и какой-то ароматчик. Дверь открылась. Прохладно. Надо прикрыть. Прикрышь сразу. Так, в общем, мольна пока еду. О, нет. Ни наверху, ни внизу. Так, вот. Красотища. Передвигаюсь на прыгать. Темнота. За бортом темнота. Я на втором этаже. Поезд двухэтажный. Думаю, хоть бы никто. Никто не пришел. Закроюсь и буду спать. Поезд приезжает в 10.10 по Москве. Будет течь от меня дочка. А пока? Пока наслаждаюсь. Одиночество. В пусть это редко бывает. Мы как-то с дочкой ехали. Тоже мама говорит, две коробки. Две коробки. А тут в коробках водичка, снэк. Потом ложки водки пластиковые, соль, сахар и вроде все. Ну и две коробки, две коробки. И так вот мы одни проедем. Ну, приехали до местного значения. Значит, никого не будет. Почему? Ну, может быть, вечером, а это ночью кто-то сядет. Проводница пришла и говорит. А с вами ребенок разве не едет? Я говорю, какой ребенок? Ну, правда, с другой фамилией. Но бывает же у детей другая фамилия. Какая-то Диана, девочка. Один год. Я говорю, нет, у меня девочки нет маленькой. И, в общем, так вот тоже. Билет, говорит, купили из Тольятти. Не пришли. Может быть, так. Вот для нее был бокс. Может, поэтому я и одна. То, что девочка-то маленькая. Ну, как могли купить нам маленькую девочку? Я не знаю, как это. Непонятно. Может быть, тут взяли, а где-то там будут ночевать. Не знаю. Так что у меня тут красота. Сейчас поговорила уже, пока связь была с дочкой. Она в торговом центре. Девчонками гуляют. С мужем поговорила. С баксиком гуляют. С сыном поговорила. Он на МКАДе. На МКАДе как раз. Я говорю, так, ты на МКАДе, говорю, все, давай. Он, мам, я только заехала. Я не люблю, когда он на МКАДе. Там бешеное движение такое. И, в общем, я всегда его ругаю за это. Да, близко я себя показывала, конечно. Ну, извините. Все, давайте до утра. Пока чаечек пью, пока ничего интересного нет. До утра. Я пришла чистить зубы. Слезы мне подсела девушка. Ну, такая неразговорчивая. Там у меня все в пакетике. И, в общем, какая-то нервная. Что-то она там ответила маме своей. Так. В общем, она там сейчас постерся без телета. Я вот пришла в любую чистить. Девушки, нижнее место. Ушла она за чаем. А я вот буду сейчас разгадывать сканворды, что ли, как они называются-то. Наверное, сканворды. Удачный совет какой-то. Хотя тут ни одного удачных совета нет. Найди двенадцать отличий. Так. Или же вот. Тут буду сейчас. Весь журнал такой. Весь такой журнал. Попробую немножко еще. Так, время поладенства. Хотя полчасика еще продержаться. Свет только у меня, говорит. О, вот лапочка. Интересно, кто-то еще подсядет, нет? Ночью. Всем доброго утра. Девушка еще спит. Осталось два часа до Москвы. И не знала, чем заняться. Открыла хотя бы штору. Потому что темно. И она все еще пока не вставала. Вот. Немножко в кроссворте поковырялась. И стала смотреть. Знакомые здесь станции уже. Коломну проехали. Потом мы проедем Луховицы, Раменская и Люберцы. Вот. Вот Луховицы уже проехали. Интересно, наблюдаю. Завтрак не взяла. Ей потом принесут этой девушке блинчики. У меня был ужин. А у нее завтрак. Так как она поздно. Поздно села в Сызрани. Вот здесь платные пруды, платная рыбалка. И машины стояли. Мужчины рыбачили. В общем, мне хотелось, чтобы стевшина проснулась. Ну. Мы с ней вчера поговорили. Так. Ей-то она в командировку. И Сызрани работает в IT-сфере. Хорошая зарплата у нее. Вот. Так что айтишники сейчас хорошо получают. Увезла у нее книгу. Зелье варенье на Руси. Зелье варенье. Представляете? Ну, это может так и называется. Два моста проехали. Красиво. Все это со второго этажа. Видно хорошо. Вот. Коломна мы уже проехали. Вот такие виды. Там дальше. У нас здесь железнодорожный мост. А чуть дальше автомобильный мост. Природа. Погода. Обещали до 23. Погоду. Теплую. Красиво. Здесь я все ждала Люберцы. И, похоже, прозевала станцию. В общем. Раменская проехали. Опять второй вот мост уже. Церковь. Красиво. Со второго этажа-то прям виды такие замечательные открываются. Здорово. Поля, луга, реки, церкви. Конечно, красивая природа. Вот. Наблюдаю сейчас тут все это переезды. Скучновато. Хочется уже быстрее, чтобы была конечная станция. Москва. Здесь вот дачи. Девушка ушла. Ехали мы вдвоем. Умываться. Я уже сбегала, умылась, подкрасилась, зубки почистила, завтракать не стала. Алена меня ждет на Казанском вокзале. Летела она самолетом из Пенза до Жуковского. И такси 500 рублей. Она сказала, там минут 20 где-то, в общем, до МЦД. По-моему, так. И она уже, по-моему, на вокзале. То эта сеть есть, то не ловит, то не ловит. В общем, мы где-то уже около Раменского. Осталось нам час. Потом Люберцы. И потом уже Казанский вокзал. И погода вообще супер. 23 градуса. Хорошо, что я не взяла куртку сегодня. До 23. Тут дачи какие-то. Всякие разные у кого какие. В общем, все хорошо. У меня был ужин. А у девушки был завтрак. Ужин я не брала, не ела. А завтрак ей принесли блинчики и сгущенное молоко. Прям в отдельной такой штучке. Сгущенное молоко. В общем, чай что-то она не пила. Я тоже чай не пила. Не хочу чай, хочу кофе. Сейчас доеду. И с дочкой в кафешке где-нибудь кофейку попьем. У меня еще два пирожка осталось. Надо еще позвонить в свою клинику донтистов. Спросить. Я забыла, на какое время мне... И на какой день забыл даже. Но не сегодня. Никакой консультации. Все посмотрят, снимочек сделают. И больше так, в принципе, никаких тел у меня в Москве нет. Буду отдыхать. Может быть, может быть, схожу еще к терапевту. Может быть, кровь там. Потому что у меня был пониженный гемоглобин. Я пила таблетки. Ферофальгамма. Может быть, чтобы узнать, насколько у меня повысился гемоглобин. Спали. Все говорят, вот, Матаджа тает в двухэтажном. Он сейчас на втором этаже. Нет, хорошо. Мы спали. Было, правда, немножко душно. Часа в три. И снились кошмары. Прям мне кошмары. Снились. А так все хорошо. Так все хорошо. Кошмары снились. А так все хорошо. Какие-то взрывы. Ой, Господи, ну дай Бог. Прям отчетливо видела все. Нет. Как вот говорят, надо сон плохой увидел. В окно посмотреть и сказать. Куда ночь, туда и сон. Так. Все. Будем этот час выжидать. Сухой воздух. Так, где мы находимся-то? Может быть, что-то увижу. Электрички. МЦД. МЦД. Возможно, это уже Люберц, ребята. Возможно, это Люберц. Во-первых, навигация очень плохо работает. Но это и хорошо. В связи с нашими сейчас обстоятельствами. Я не могу посмотреть, где мы. Или Раненское, или Люберц уже. Скоро прямо должны быть. Написано было. Не прочитала. Вот уже электрички МЦД. Вот электричка едет. МЦД. Араминская. Чай, кофе предлагает. Чай, кофе? Чай, кофе? Нет, спасибо. Чай. Ой, красотища, конечно. Погода до 23 сегодня. Супер. Так, мы в Люберцах. 30 минут еще осталось. До Казанского вокзала. Где же эта инициативная-то? Сейчас она будет. Такие дома будут красивые. Москва. Конечная станция Москва. Вечные вещи. Зарядную стройку. Просьба, пожалуйста. Ничего не забываем. Конечная станция Москва. Столица России. Вечные вещи. Я войду. Просьба. 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 Просьба.